Мы продолжаем разговор о плетенных ручках. Но если в прошлый раз мы занимались однотонными, одноцветными ручками, то сегодня мы поговорим о выплетании узорных разноцветных ручек. Вот здесь, например, я эту ручку плюла от одного края, постоянной шириной и потом, когда она уже была готова, присоединяла к противоположной стороне. Но тут эта разноцветность достигается очень просто. Просто видите стойки одного цвета. Вот в середине зелененькая пара стойк, по бокам желтые и белая лоза. Просто оплетание сетцовым способом, ничего сложного. Это, конечно, примитивно. Есть возможность сочетать и узорное плетение, и сочетание разных цветов. Вот сегодня я вам парочку таких вот способов покажу. Вот знакомая вам вещь. Не так давно мы на ней делали вот эту загибку. Одним из способов косички. Вот сегодня мы к ней еще приделаем ручку. Кожа красно-розовую из двух цветов. Значит, что я делаю? Три отверстия около двух стойк. Я провожу... Вот стойки у нас будут розовые. Я провожу лозу. Вот таким образом. Сюда под краем. Одну новенькую я привожу. Ну и еще одно такое уже. Тоже отверстие, где вот это вот. Провожу вовнутрь. И следующий вот край под этот розовый. Ну и вожу нарежем. Вот теперь вот так вот у нас получилось. Видите, по бокам я подровняю, чтобы были это бы приблизительно одинаковые. Вот в середине из одного отверстия у нас выходит фара. И из крайних отверстий по одной дубочке. Теперь добавляем красную. Это у нас стойки. Красная у нас будет лоза. Выводим их в те же самые отверстия, из которых выходят у нас крайние розовые. Но если я вот так вот прямо проведу ее, она будет нависать, торчать здесь не видеть некрасиво. Поэтому я ее еще провожу вот в эти вот кармашки под розовые. Чтобы они прижали ее. И вот теперь вывожу наружу. Трубочка короткая. Я ее сразу наращу. Просто удобнее было проводить коротенькую, но нам понадобится более длинная. Вот вы видите, как это теперь выглядит. Из трех отверстий выходит по две трубочки. Значит розовые стойки, в середине парочка розовая. А здесь по одной стойке розовой и по одной трубочке лозы. Что мы теперь будем делать? Это плетение будет похоже на то, что я вам показывала, когда рассказывала, как делать восьмерку. Но разница тут принципиальная. Потому что там мы, когда мы делали восьмерку, мы оплетали две в общем-то части. Вот так вот они парами у нас располагались. Стойки. А здесь у нас три части. И поэтому, если там мы стремились, чтобы у нас трубочки лозы оказывались по одну сторону от плетения, то здесь мы будем наоборот стремиться, чтобы они оказывались по разные стороны. Каким образом? Вот смотрите, берем вот эту часть лозы, проводим вокруг крайней стойки, вот средней, и в общем-то она приготовилась лечь на вторую крайнюю. Но в это время, значит, сзади оплетает ее вторая часть лозы, под нее проходит. Теперь вот эта ляжет спокойно на вторую и спереди пересечет, белая часть, пересечет среднюю пару и углы под крайнюю стойку. Вот теперь смотрите, это выходит у нас сзади из-под стойки, а это лежит поверх. Значит, это все время будет огибать крайнюю стойку сзади наперед, а это спереди назад. Продолжаем. Вот это обогнула крайнюю стойку сзади наперед, ушла под среднюю пару и приготовилась лечь на вторую крайнюю. Тем временем левая обошла спереди назад, нырнула под эту и легла поверх средней пары. И ушла под крайнюю стойку сзади наперед, и ушла под крайнюю стойку сзади наперед, и ушла под крайнюю. Среднюю пару и ушла под крайнюю. И так далее. Продолжаю, не комментируя. Просто следите за движением. Продолжение следует... Это у нас некрасивый стек, он сейчас закроется. Ну и так далее. Тут уже надо наращивать стойки, я не буду этого делать, потому что вам уже видно, что получается, вот так вот образуется рисунок. Стойки съезжаются, сужается ручка, но мне как раз это и нужно, потому что по моему замыслу она должна сужаться к нижнему краю вот этой вот будущей, скажем, кружки. Вот это один вариант. Вот я доплела, и ручка теперь у нас имеет вот такой вид. Вот видите, я ее сделала как кружку. Как и собирала, собственно говоря, кончики убила под край, под вот эту нижнюю задюбку, подклеила и обрезала. Можно сделать вторую, вот так выглядит, вот такая двуручная чаша. Ну это уже посмотрим. Вот этот рисунок, он двусторонний. С обратной стороны выглядит абсолютно так же. Так что это можно использовать тоже. Можно делать вот эти вот перекидные дужки точно так же. Следующий вариант я буду показывать вот на этой вещи. Тоже она вам знакома. Еще из начального курса. Помните, мы учились на ней делать простое закрытие края через одну стойку. Мы будем клести не в эту сторону, как мы клеили красно-розовую, а вот в эту сторону, потому что будем делать дужку. Этот рисунок требует довольно плотного стояния стоек, небольшого расстояния между ними. Поэтому я обе стойки пробернула в одно отверстие. Расстояние между стойками самого изделия довольно большое. Я вот под край провела их обе в одно и то же отверстие и перегнула пополам. Теперь мы будем их использовать таким образом. Эти части, которые ближе ко мне, они будут сверху, а вот эти части будут выходить снизу. В принципе, можно было бы и так расположить, но в данном случае мы будем вот так вот делать. Теперь проводим лазу. Лазу проводим в соседние отверстия. За ближайшими стойками, между которыми расположились вот эти вот трубочки, стойки. Вот, значит, сюда и сюда. По бокам от этого отверстия. Ну, естественно, белый и синий цвета. Основные цвета вот этого самого изделия. Глаза будет выходить на меня. То есть мы ее будем проводить внутри и положим сверху вот на эти стойки, которые идут вовнутрь. Так, чтобы они потом, подогнувшись, ее прижали. Значит, вот картинка вот такая. Стойки синие выглядят вот таким образом. Верхняя часть идет парой. От меня сверху, через краю. А нижняя, выходящая вовнутрь снизу, они по бокам. А ко мне направлены вот эти вот половинки трубочки лазы. Что мы теперь будем делать? Мы берем, ну, скажем сначала одну правую. проводим под вот эту крайнюю и укладываем на среднюю пару. и под вторую крайнюю. То есть примерно то же самое, что мы делали с красной, красно-розовой. Эту точно так же мы обводим под нижнюю, так же точно, в отличие от предыдущего варианта. Тоже под нижнюю и вот здесь вот укладываем крестиком. Видите, крестик оказывается. И тоже уводим под стойку. Обе они обогнули крайние стойки, каждая свою, и ушли назад. И там тоже сделали крестик. Вот с этой стороны. И вышли наружу. Вышли наружу, легли сверху на крайние стойки. Обошли их с двух сторон. И легли сверху на центральную пару. Так, надо следить, чтобы перекрещивались они в одном порядке. Вот если тут левая сверху лежит, то и здесь должна левая лежать. С обратной стороны это не так важно, потому что эта сторона не будет видно. Но тоже, конечно, лучше соблюдать один и тот же порядок. Аккуратнее будет. Опять они вернули под крайние стойки. Вышли. Вот этот вариант, вы видите, отличается от предыдущего тем, что тут обе половинки лозы выходят с одной и той же стороны. Они совершенно симметрично работают. Там одна шла снизу, сзади, другая спереди, назад. Сзади, наперед. А здесь они обе идут то туда, то сюда. Значит, вот они сейчас под вот этими вот крайними стойками. И опять они обе обогнули эти крайние стойки. Нырнули под центральную, там перекрестились. Правильно, вот так. И опять они легли на крайние стойки лозы. Обошли их, вышли в центральную и опять сделали крестик в том же самом порядке. Ну, в общем-то, по-моему, понятно всё, да? Опять обошли. Под центральную часть. То есть, вышли, легли на стойки, обошли стойки и перекрестили их с этой стороны. Ну, вот кончилась длина моей лозы. И вот вы видите, так выглядит опырочка. С этой стороны и стойки примерно одинаково. Ну, тоже, по-моему, вполне декоративно. Вот это тоже вариант. Ну, вот с этим всё. Остались у нас ещё парочка вариантов двухцветных бетонных ручек. Этим займёмся в следующий раз. Субтитры создавал DimaTorzok